Всем привет! Мы все дальше уходим от аркад и все ближе приходим к раллийной тематике. И в этом видео мы рассмотрим, как в Forza 4 вшили целый дёрт. Дёрт 5, дёрт 2.0 мы не трогаем. Меньше разговоров, больше дела. Приступаем! Начнем наши обзоры мы с того, что мы рассмотрим, как в игре реализована импреза. Это классическая импреза, раллийная тачка. Я выбрал две гонки, конечно же две гонки по бездорожью, но с элементами асфальта. Ребят, тачка мне очень нравится, особенно как она чувствуется, как она управляется. Тюн стоит минимальный, буквально начало игры. И вот здесь вот это уже важно, потому что в стоке она не ехала вообще. С первым же тюном она ожила, она начала шевелиться. Мне кажется, что, кстати, в начале гонок в игре как будто бы все немного едут быстрее нас, чтобы уйти вперёд. Но потом можно их довольно быстро догнать, и нам разрешается сделать примерно две ошибки. Уровень сложности средний. Помощники у меня наполовину включены. Наполовину, потому что в игре есть большая проблема с, к примеру, перегазовкой на первой-второй передаче. Нужно как бы геймпадом меньше подгазовывать, чтобы машина успела переключиться. Какой-то головняк ещё тот, и мы же зашли в игру покататься. Мы же тут не вселенную строим, не захватываем планеты. Поэтому хотя бы эту штуку я оставил. Но торможение моё, торможение я не отдам. Мы будем решать, когда нам тормозить, а главное четыре победа. Значит, в этой импрезе, что хорошо? Она, а, полноприводная, но это все знают. Б, она имеет хоть какой-то вес. Потому что вот к баге у меня большие вопросы. В них веса вообще нет. Да, они вроде бы как бы быстрее разгоняются, но и потолок скорости там 110-120, ну, алё, камон, ну, что это такое? Здесь мы нормально наступаем, сверлим 220-230, как взрослые ребята на серьёзной раллийной тачке. Особенно пятый дёрт меня расстроил. Вот в Форзе, к Форзе вопросов вообще нет. Тут вшит целый дёрт в эту игру. В дёрте пятом всё какое-то стало такое аркадное. Игра ушла настолько от своих канонов, что прямо жалко. Хочется, не знаю, свечку за неё поставить. Дёрт 2.0, я уже говорю это во втором видео. Нет, это симулятор. Это серьёзная классная вещь. Дёрт 4 меня очень порадовал. Серьёзная игра. Нельзя спать, надо сосредотачиваться. До Дёрт 5? Ребята, вы серьёзно? Ну, что это такое? При том, что на рынке у нас есть NFS, и на рынке у нас есть Форзе 4. И у нас выходит Дёрт 5, который не до перья NFS, не до перья Форзе 4. И посмотрите, в стиме там отзывы ужасные, цену снизили, скидки не заканчиваются. Это о многом уже говорит. Форзе не стесняется перед выходом 5 Форзы. Продаваться дорого, скидки включать редко. Наверное же, всё-таки фанаты есть, и людям она более нравится. В Форзе можно выставить помощников, можно убрать их, но всё равно, даже на любом уровне сложности, игра заходит органично. Машина чувствуется, поверхность чувствуется. Ребята, грёбанная зима, лето. Шины менять надо, и меняется физика игры. Физика машины. Неважно, какой уровень сложности. Хотя бы от покрышек. Что у нас творится в Дёрте 5? У нас лёд светится, у нас дымочек разноцветный есть. И такие, как бы так описать тактичные, не то, что в ведро с болтами, а совершенно, как бы, неощущаемые тачки. Вроде как ходишь в поворот, ехать вроде бы легко. Но это не то. Совершенно никаких эмоций. Как будто играешь через контрацептив. Ну, просто ужас какой-то. В Форзе такого нет. В Форзе ты это всё чувствуешь. Это те первые неподдельные эмоции. На любом уровне сложности. Особенно акцентирую внимание. Ну, в общем, да. Наверное, Дёрт 5 в плане ралли. А, да, кстати, к сожалению, Дёрт 5 только про ралли. Поэтому его вообще можно помянуть. А о тех, кто плохо зарелизился. Либо хорошо. Итак, мы наконец-то доехали наши пару заездов на Эмпрезе. Я от неё в восторге. Это всего лишь первый тюн. Но давайте рассмотрим баги. Кстати, вот именно вот эта баги, она похожа, я не знаю, как на косилку с колёсами. Посмотрите, там сзади какие-то тросы держат колёса, чтобы они не отлетели. Ну, рядом вон есть обычные нормальные машины, какие-то вот реально для бездорожья. Единственное, что меня смущает, по-моему, то ли в этой, то ли в следующей гонке против меня ехал трактор. Ну, это, по-моему, с доджерамом было. Не суть. У баги классные ощущения. Посмотрите, как реально работают колёса, как работает подвеска. Ты чувствуешь эту машину, ты поворачиваешь, ты чувствуешь каждый занос. Проблема в скорости. 140 километров. 140, 7, 8, 59, 62. Ребят, ну, да, она едет медленно. Любая вода, любая травушка-буравушка, тут прям сразу всё. У нас какая-то первая-вторая передача, и всё пошло у нас уныло. Кстати, вообще не сомневаюсь, что у неё есть передача. Тут, наверное, двигатель стоит какой-то без передач, всё-таки газонокосилка. Ну, не суть. Тем не менее, она очень, как бы, послушная. Но, я думаю, это из-за того, что и скорость маленькая. Ощущается классно. В песок влетаешь, чувствуешь себя обалденно. Я думаю, всё-таки вот в такой воде с таким песком глубоким, ну, тут, наверное, бы импреза немножечко даже забуксовала. Опять же, как всё реализовано до мелочей. Разрабы, они педанты словами не передать. Реально заморачиваются над каждым кустиком. И это чувствуется, ребята, это чувствуется в каждом повороте, в каждом разгоне. Важно. Мелочи важны. Многие разрабы на это забивают. Но, и слава богу, есть вот такие ребята, которые мало того, что сделали классную Форзе 4, скоро на подходе у нас Форзе 5, я лично её очень жду. Я хочу посмотреть, что там будет, я посмотрел много трейлеров. Очень интересно. Мы ждём с нетерпением. Ну, и вот, собственно, мы на наши баги долетаем уже до финиша. Как вы видите, мы всех серьёзно обогнали уровень сложностей средней. Ребят, раллийная тематика Форзе 4 просто рвёт на несколько голов дёрт 5. Ну, я вам очень советую. Очень-очень. Мы очень рады, если вам понравилось это видео и было полезным. Нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч. Всем пока.